доброе утро всем он уже 10 у нас там луна вырисовывать тут и я вижу фонтан включили на время тоже 10 ветерок такой небольшой поэтому так холодно зима холода одинокие дома наря города все как будто изо льда но скоро весна снег растает и тогда до чали совсем уже скоро месяц и все и лето ах лето а пока пошла я работать закрылась пораньше пойду в банк схожу заплачу налоги буду спать спокойно и сейчас шла и встретила клиентку вот и вы знаете что то мы не ну там привет как дела лето поляна и она такая что ты смотришь краситься мне уже надо и вы знаете я даже не обратил на это внимание что я там смотрю на ее голову она видимо ей ну как бы это она обратила внимание и я это как говорит с наш культядаши говорю на это вот я я не обращаю внимание что там я на твою голову посмотрела гор у меня это выходит как бы сама и вот я сама тоже замечала что я даже вот если иду за какой-то женщиной или за кем-то то я всегда вот смотрю как она при подстрижена как она уложена как говорится профессиональные навыки как она там некоторых то у некоторых такая стрижка да я вот думаю я бы сделал так вот так вот и это вот ну как бы само уже вылазит как говорится наверно профессиональная и вот она такая я говорю да я даже не обратила внимание что я там на тебя смотрю говорю даже и она говорит да да мне надо краситься вот говорит время выкраду когда и обязательно к тебе приду одной рукой вести машину не очень удобно тут улицы узкие вот в общем сейчас отвезу чарли домой что я подумала нам налоги до 20 числа платить а если не заплатить что потом штраф и 20 числа как раз в понедельник я вот не знаю включительно не или не включительно 20 числа ну и чтобы не рисковать то есть кому хочется платить больше правильно пойду говорю сейчас заплачу и буду спать спокойно скажем так такие вот у нас планы потому что сейчас такое время тихая спокойно море такой спокойно вообще даже не видно видите вот что все уже уложены все уже перекрашены после праздников денег у всех мало и в общем тишина в парикмахер в парикмахерских живи спокойно страна но ничего завтра пятница и суббота у меня опять будут мои постоянные клиенточки которым по барабану праздники или ничто они всегда ходят раз в неделю ко мне все поехала я домой в банк фруктовый магазин хочу зайти за фруктами а вот такие вот у нас планы так как еда приготовлена можно пошастать как ни странно в банке никого не было представляете я прям пришла быстро оплатила и ушла даже офигела как это так произошло зашла в фруктовый магазин а вот купила кое-что мне так захотелось вчера огурца что зашла купила огурец и картошку наконец-то блин картошку купила друзья вы не поверите но она моя родимая картофан два вот таких огромных яблока мне кажется их можно с кожей кушать такие яблоки продаются все обработанные воском я люблю яблоки с кожей вот такие вот мне кажется они такие вот их можно есть конечно ничего ничего не пахнет мандарины естественно купила с веточками вот такие два огурчика с пупырышками самый вкусный огурцы это с пупырышками смотрите какие пупырышки они такие хрустящие и тверденькие и 2 2 хурмы и такое огромное вообще персимон сорт такой огромная выбирала самую маленькую ну и чтобы она еще и спелая была хотя знаете здесь хурма на нифига не рот не вяжет поэтому как бы можно без страха покупать и кушать лимоночки остались надо один себе это хурма на не тоже нежно она твердая и какая-то ночью мне другая больше нравится да как то так и одно яблоко еще оставалось надо фрукты тут разобрать вывалить чтобы там было у меня еще там апельсины вон их они такие огромные смотрите что это за бельсин на килограмм наверное не туда не помещаются даже я так один для вида положила в общем вот так фрукты я ем на перекус когда некоторые люди едят бутерброды с колбасой чипсы или еще что-то я ем фрукты вы наверное видели в моих покупках у меня нет никогда не чипсов никаких колбасы нет но если могу только ветчину покупать муж и если он на ужин сандвич себе делает и ест я нет в общем да поэтому фрукты ем после обеда могу поесть например час пройдет я стараюсь есть каждые 2-3 часа чтобы не чувствовать но основная моя пища вот будет сейчас в этот обедка скажем так вот когда я поем я на завтрак съела два блинчика два блинтика с кофе с кофейным напитком и все я еще ничего не ела и где-то в два около двух я обедаю ну может быть пол второго так обедаю но обед вы всегда у меня видеть и все больше я не ем ничего такого мясного рыбного или еще чего-то я ем либо какой-нибудь фрукт либо какой-нибудь фрукт либо чай пью вот так а еда у меня вот только на 1 единственная моя на мне в принципе некуда есть потому что в 5 я выхожу из дома с чарли гулять и все и в 9 я прихожу домой полдесятого и то есть когда есть мне нравится этот график потому что когда сидишь дома постоянно хочется так холодильнику или фруктам фруктами тоже нельзя это как говорится злоупотреблять потому что там сахар все дела такие дела внутри четыре фрукта в день я съедаю мандарины могу два есть в день в общем да вот так вот как то я ем все равно меня прет и меня прет и меня прет и потому что новый год генетика все зависит от генетики у меня все семье большие круглые и высокие поэтому я тоже буду большая круглая высокая и с морщинами потому что у меня все семье морщинистые и мне этого тоже не избежать я в принципе сильно то и не расстраиваюсь так что вот такие дела ну пока наверное рис готовится банан все-таки съем эту машинку стирается чарли улез наверх загорать картошки зачем она ну пускай будет о кстати у меня садится батарейка пойду вас заряжать в общем знаете чем я занимаюсь сейчас расскажу помните прошлом месяце в общем моя телефонная компания они мне там и в общем что роуминг они мне там начислили 50 евро мы договорились что да да они с меня все это снимут со следующей фактуры в общем да он все снимут ля 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 то поля вчера залазил в апплика съем но в телефоне эти как приложение посмотреть сколько с меня сдерут по идее не должны были ничего не взять взять потому что я плачу где-то 57 евро по моему в месяц за интернет и два телефона мобиль мобиль мобильных причем моя связь она не очень удобно это мало интернета всего мало мало телефонных звонков но я почти никому не звоню и интернета мало что мне совсем неудобно потому что интернет у меня заканчивается за неделю а то и за две недели а то и за неделю вот и в общем ну ладно я знаете я человек такой что я не люблю что-то менять какие-то перемены я вообще привыкаю к вещам перевыкаю к месту очень сильно привыкают для меня какие-то перемены что-то менять это головная боль но когда вот меня вот так вот постоянно обманывают в общем по делу залазил вчера на ночь черт меня дернул залезть в этот приложение и гляжу что мне ни хрена ничего не вернули никакой 50 10 евро какие-то там мне кинули как собаки типа того на тебе и не воняй вот и все и и и знаете я такая злая была ведь видна на ночь глядя блин черт меня дернул я и так сплю плохо а тут еще и залезла себя как говорится расстроила блин меня такая злой сделала в общем потом думаю ладно утро вечере мудренее я уже твердо решила что я поменяю эту компанию у меня была компания джастель хоть мне это не нравится хоть я это не хотела в общем все эти с утра ходила думаю блин сейчас мне звонить и договариваться ругаться вот и все такое и в общем я сейчас позвонила в другую компанию просто узнать сколько мне будет стоить мне там предложили масс-мобилла кстати у меня у подруги мы с ней когда чай пили ее с мужем и с ней они мне рассказали что вроде компания неплохая недорого много у них интернета всего она тоже instagram ведет в общем снимаем интернета достаточно 10 гигабайт по моему в общем я позвонила узнала все дела и поменяла компанию представляете такая зла и вот потому что я знаю что с них ничего не добьешься я каждый месяц звоню в джастель каждый месяц я с ними ругаюсь не я уже я не такой человек который чтобы мне ругаться ругаться постоянно добиваться постоянно вы знаете вот они так как это как плохо тебя хотят обмануть каждый месяц каких-то два евро урвать три евро рву рвать хотя я прям вот уже ему звоню говорю у нас с вами контракт или что да контракт ну а почему какие-то повышения идут понижение что это часто какие-то то там вы хотите урвать то тут у нас же с вами контракт по контракту написано четко сумма тогда какого хрена вы все постоянно что-то хотите мне повысить да да мы все сделаем и все это такие милые любезные через месяц опять то же самое опять они что-то хотят от меня урвать это каждый раз звоню каждый раз ругаюсь и в общем все надоели поменяла но самое интересное у нас два две линии телефона но как это главное лицо да должно быть и как бы ну кто-то главный кто заключает контракты и это кстати не я это мой муж хотя я постоянно звоню я постоянно договариваюсь но просто у нее у нас вот эти номера и не так из компании в компанию переходит и этим номером уже лет по 15 и вот мы как сделали контракт на его имя так они идут эти контракты вот так вот переходят с линии на линию вот он только этот как главное лицо а банк мой счет с которого снимаем все деньги я договариваюсь я везде звоню я везде ругаюсь так чему я это они мне значит все я уже сделала они говорят нам только нужно вот главное лицо чтобы он нам типа все это подтвердил мы вас но там естественно все записывают выговорит ему позвоните объясните чем почем чтобы когда мы будем звонить он просто сказал да 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 и все я говорю да хорошо ну что вы думаете я звоню мужу них и на трубку не берет причем знаете вот опять разозлилась я раз меня разозлить ни с чего не стоит я как спичка загораюсь но как спичка и угасаю что хорошо поэтому я уже научила себя знаете как контролировать когда нужно я знаю что у меня быстро это все сойдет поэтому я вот так вот загораюсь загораюсь прям все прям думаю сейчас я тут горы сверну потом думаю оксана дыши дыши и не считать до 10 лет не помогает вот потом все с меня сходит так вот постоянно как только я мужу я никогда ему не звоню очень редко звоню потому что ночью звонить то я не тот человек я вообще не люблю по телефону разговаривать поэтому я ему сейчас сказал говорю мне вот или ваши звонки что и кому-то там звонить мне они не нужны можно даже я никому никогда не звоню и вот раз в жизни я ему позвонила и он трубку не берет представляете какая ярость у меня была раз в жизни когда надо что-то я позвонила ему сообщение по ватсап отправила говорю раз жизни я тебе позвонила и ты трубку не берешь говорю это вообще как объясните мне сто процентов телефон лежит в машине он где-нибудь там шрынды а телефон лежит машине вот сто процентов потому что я знаю знаете как он домой приходит он приходит домой раздевается переодевается пижаму одевая надевает ботинки и идет опять в машину за телефоном и так почти каждый день и раньше я ходила потом я говорю 5 евро ему это накладно каждый день 5 евро мне давать чтобы я ходила машину ему в ловлене лоды а мне-то с чарли погулять только так ну и сам вот ходит представляете я такая злая была буквально две минуты назад прямо у меня парой за шеи так вот валил вот потом я успокоилась думаю ну ну а что я могу изменить у своими нервами ничего поэтому в общем да поменяла компанию я говорю когда мне им звонить и говорить что я от них отказалась они говорят нет ничего не надо никуда звонить сейчас они мне начнут с той компании старый начнут мне названивать говори предлагать разные скидки предлагать разные услуги я не понимаю почему вы не предлагаете их тогда когда я с вами вы знаете новым клиентам предлагают там и горы и чуть и и поля и луну а старым которые с вами уже много лет только повышение 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 наоборот надо клиентов как-то держать вот я например у себя на работе да я какие-то подарочки там услуги делаю какие-то там там бровки пощипать бровки покрасить только тем клиентам которые ко мне ходят годами новеньким я все это не буду предлагать потому что они сегодня пришли завтра они ко мне не придут почему в телефонной компании не так я не понимаю почему они не дорожат своими клиентами это не с первого меня не единственная компания которая не дорожит своими клиентами я до этого тоже распрощалась по так по той же самой причине потому что они мне начали поднимать начали вот так вот на на дурака эти пообещали тоже что навсегда такая сумма 47 евро я буду платить за два телефона мобильных там безлимита и по 10 гигабайт интернета и домашний такой вот такой же какой у меня и сейчас вот поэтому мне кажется выгодно и самое интересное я теперь везде буду с интернетом я могу выходить в эфир на улице я могу в директ в инстаграме снимать кстати вы подписаны на мой инстаграм ссылочка внизу в общем вот так поругалась сейчас еще муж придет я еще с ним поругаюсь но как без этого в сети надо ругаться везде надо все доказывать моя лапа смотрите как но говорила я вам тут вот такая болтовня получилась сейчас пойду уже на улицу гулять и хотела вам прикол показать в общем все мы дозвонили вернее нам дозвонились все мы подтвердили понедельник нам придут менять все это в общем телефон как я и говорила был в машине но самый прикол то в чем муж то уехал а телефон его дома я не знаю у него всегда проблемы с этим телефоном он всегда его теряет не теряет а оставляет всегда либо в те вот поговорил и положил я всегда говорю вот у тебя такая проблема всегда ты телефон где-то оставляешь ну ты знаешь об этом но положи его в карман сразу как нет вот положил поговорил и ушел как так можно я без телефона вообще никуда не выхожу ну если только он не на зарядке да пойдем гулять сейчас просто здесь убираю все хочу поставить робот чтобы он тут не пропылесосил глаза вот тут валяются игрушечный чарли погрыз в общем вот так так как мне сегодня спортзал к 7 то время уже 5 6 час а я все еще дома сейчас быстренько переоденусь и прогуляемся а я там приготовила еду собакам хочу собакам отнести еду мне так их жалко в котором я вам вчера показывала тут вот я им сухой корм насыпала там у меня еще макароны по-флотски в общем тарелки опустошила макароны по-флотски в общем да ну чтобы они покушали немножко хотя у них сто процентов еда есть но все равно лишний не будет их там вон сколько много мы тут вышли гулять погода какая кстати иду вот про вещи я как говорила что я очень привыкаю к вещам например вот этой куртке у меня 15 лет представляете я еще в россии и покупала перед приездом в испанию носила года два купить нас то уже стены 20 и здесь нашу и рука у меня не поднимается ее выбросить не знаю представляете нашу ее каждый день вот на прогулке на все так не привыкла кроссовки вот эти им уже выбросить надо они там уже порванные стельки там вообще непонятно какие но они такие удобные такие родные что у меня тоже не поднимается рука их выбросить и вот хожу хожу хотя хотя есть двое новых но для других новых скажем так нужно стельки нормально удобные купить потому что они неудобны а вот эти прям такие родные и но живой или чё или не совсем не знаю сказать там весь лежит угол какой-то раз пошли они никто не двигается иди даже не боится прикиньте чё это с ними может что туда добавили воду что они никто не двигается в общем да вот так вот некоторые выкидывают большой легкостью все а я нет буду дарды донашивать и что-то выбросить для меня я лучше сложу положу а вдруг вы знаете у меня если там начнут говорить что типа трудное детство советское время нифига у меня все всегда было нас бабушка одевала можно сказать с иголочки у нас всегда конфеты стояли мешками и когда вот подруги рассказывают что у них там того не было сегодня было у меня все было в излишестве одежда всегда всегда было море поэтому это не какое-то там травмированное детство вот поэтому просто я наверное сама такая люблю все складывать и потом доставать рассматривать и все как будто как ну новое вот так пойду собачек кормить сейчас вот смотрите мама щенков что-то хуже 2 так собаки сейчас я им покушать там а их вот они все три смотрите я не единственная представляете даю даю корм и сзади идет женщина говорит ой а мы тоже говорит им покушать несем так что я же говорю тут все подкармливают уши это так жалко их муж приходил за телефоном и ушел в домашних тапках спешил человек зато телефон номерный забрал да тот был папе телефон забрал да и в домашних тапках свалил бывает пипец где у мужиков как голова я валяюсь в этой батаре в общем я переодеваюсь быстренько и шурую на спорт останусь ли жива увидите через несколько секунд я дома друзья время пол одиннадцатого а я только пришла я сегодня так назанималась как никогда в жизни я правда никогда в жизни так не занималась спортом с пяти до десяти а вам слабо ни жива ни мертва хотя нет силы еще есть я бы еще наверное могла бы на класс какой нибудь сходить я сегодня даже типа йоги сделала представляете у нас просто у клуба праздник ой праздник день рождения и там представляете сумба была с диджеем там такой они праздник сотворили просто вам умреть и не встать прям вообще шикардос такой был прям настоящая дискотека все мониторы пришли там парни такие вот ну которые там и не просто парни ну в общем мужики скажем так все мужское сумба то девушки преподают а это они вот они там отжигали они не знают танцевать мы там насмеялись я не могу в общем было классно на сумбу то я вообще в принципе не планировала идти но потом думаю я три класса сделала один из них вот это вот йога танвань танчи мунчи какой-то там в общем типа расслабляющий там такое поза зю надо было сделать что мы просто мы с одной женщиной такие сидим значит там поза зю и надо вот так нагнуться как-то типа до пола до пола мы вообще согнуться не можем я вижу она такая раз за семь подглядывает и я с ней взглядом встретилась мы как давай ржать с ней на весь зал ой она говорит я больше не могу я тоже в позе зюгу так все гнились говорит я что расслабляюще так если это расслабляюще то как же это напрягающе ой в общем насмеялись как говорится и знаете у меня прям настроение адреналин повысился думаю пойду на субу еще и не пожалела потому что музыка была с диджеем там говорю так все классно сделали вот конечно сил нет никаких абсолютно ела я последний раз в 4 часа попила чай с молоком но вы знаете кушать не хочется поэтому я сейчас какой-нибудь выпью чай такой не знаю какой какой-нибудь какой-нибудь без теины естественно чтобы не уснуть чтобы наоборот уснуть и все и буду пойду монтировать ложиться завтра пятница у меня целый рабочий день так а что у меня тут зачем может быть мне этот заново заварить да вот такие вот дела друзья как никогда в жизни назанималась ладно завтра увидимся как я встану не встану может быть ни хрена не встану все мышцы будут так но я не думаю что потому что с мышцами уже все в порядке в общем да всего вам самого лучшего встретимся с вами завтра и всем пока-пока 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 пока-пока